Упав на колени или в три погибели согнувшись. Именно так многим горожанам приходится добывать показания своих электросчетчиков. Повезло только тем, чьи счетчики оказались сравнительно высоко над уровнем пола, чем все остальные. Как возникла эта проблема и возможно ли ее решить, расскажет Любовь Хорошего. Поклонись электросчетчику. Это совсем не акция от энергоснабжающей организации. Это самое, что ни на есть голая реальность. Такие конструкции стали неотъемлемой частью подъездного интерьера домов, в которых раньше счетчики прятались по квартирам жильцов. И жильцам это было очень удобно. И некоторым даже выгодно, когда хотелось спрятать реальные показатели от контроля. Но пришли другие времена и другие идеи. Это чудо техники появилось во многих жилых домах в 90-х годах и вовсе не ради удобства граждан. Металлические ящики с электросчетчиками устанавливались с целью предотвращения краш электроэнергии. Изначально были наглухо закрыты. Такой вариант скрытности жильцов не устроило. Электриков обязали обеспечить людям доступ к показаниям. Теперь жильцам верхних этажей каждый раз буквально приходится вставать перед счетчиком на колени. Пол беды, если ты молод и полон сил. Тогда проделать такой фокус ничего не стоит. Ну, разве что запачкаешь одежду. Выглядит это примерно так. Вот так вот встаем. Вот и смотрим показания. Вот они наши показания. Вот наши квартиры. Вот их не крутят. А вот как быть людям в возрасте или с ограниченными возможностями? Мало того, что буквально приходится валяться в ногах у бездушного ящика, так еще и показания разглядеть подчас невозможно. Мутное стекло крепко хранит тайну. На наши запросы энергетики, в свое время обеспечившие этими ящиками десятки многоквартирных домов, ответили банальными отписками. Это теперь не наши. Обращайтесь в управляющую компанию. Оказывается, проблему решить можно. Правда, не бесплатно. На данный момент технологии позволяют изменить ситуацию. Если жильцам действительно неудобно, сейчас есть умные приборы учета, есть дополнительное оборудование. Если у жильцов есть желание самим не снимать показания, они могут обратиться в управляющую компанию. Им рассчитают то оборудование, которое необходимо дополнительно установить. Произойдет модернизация того оборудования, которое существует. И жильцы будут, сами могут тоже в интернет заходить, будут видеть эти показания. Это решение точно не устроит большую часть жильцов. Тем, у кого счетчики на виду, не умные приборы учета, не загадочная модернизация, за которую еще и платить придется каждый месяц, абсолютно не нужны. А значит, жильцам, которым не повезло, так и придется каждый месяц ходить на поклон к электросчетчику. Любовь хорошего, Вадим Светлаков, Вести Чита.